Казахстан займет у Международного банка реконструкции и развития 345,7 миллионов евро со сроком погашения в 11,5 лет. Соответствующее соглашение ратифицировал сегодня мажилист парламента. В Минфине отмечают, что других вариантов, чтобы закрыть разницу между доходами и расходами, пока нет. Общая сумма задолженности Казахстана составляет порядка 23 триллионов. 30% внешний долг. Деньги брались в долларах, евро и рублях. В Минфине утверждают, что уже занялись увеличением поступлений в бюджет, чтобы минимизировать дефицит. Делать это планируется в основном за счет внутренних доходов. Речь в первую очередь идет о борьбе с теневой экономикой, то есть власти намерены завершить работу по цифровизации налогового и таможенного администрирования. Плюс ведутся переговоры с иностранными инвесторами, чтобы они заходили на казахстанский рынок с нашей национальной валютой. Структура долга такова, что они привлечены в разные периоды. Естественно, в разные периоды они будут закрываться. Поэтому так не могу сказать, что завтра все долги будут закрыты. Долг сам по себе, он, так скажем, не беда. Это, наоборот, спасает экономику в нужные моменты. Мы же не будем все время тратить деньги национального фонда. Они тоже определенные ресурсы, которые мы должны оставить для будущего поколения.